Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском, 88 и МОПРА-7. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Дорогие слушатели, юные открыватели, мальчики, девочки, здравствуйте, уважаемые папы, мамы, бабушки, дедушки. Как мы всегда приветствуем всех уважаемых родственников и близких, знакомых, друзей, соседей, которые прильнули сейчас к своим радиоприемникам. Это программа «Открывашка» на волне 101.0 FM. Меня зовут Алексей Андреев. Всем доброе утро. И мы будем вести сегодня программу вместе с Алиной Синкиной. Здравствуйте. Алина, как настроение? Очень хорошо. То есть выходные проходят плодотворно, успешно, радостно и бодро. Да. Что новенького? Рассказывай. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. То есть за неделю ни одного крупного события, ни одного важного дела, ни одного открытия не совершило. Было открытие. Было давай. Какое? Например, вчера я ходила в геологический музей. О, здорово понравилось. Да. Минералы, камни. Да. Что больше всего запомнилось? Ну, я занимаюсь геологией. Ну, это так, на будущее, просто чтобы вы знали, да, Алина, она у нас такая весьма разносторонняя, развитая личность. Да. Ну, Алин, а ты в курсе, что совсем скоро состоится еще одно открытие или премьера, как правильно говорить на театральном языке? Необычная премьера. Это детский космический спектакль «Гости в будущее». Да, вот у нас уже есть билет. Даже мы потом его обязательно разыграем. Сегодня с нами создатели просто этого спектакля. Они у нас все в студии большой компании, дружной, очень приятной, улыбчивой и с хорошим настроением утренним. Это радует. Екатерина Оришкович. Здравствуйте. Автор, создатель, инициатор этого спектакля, идейный вдохновитель и президент благотворительного фонда «Здоровое поколение». А также, ну что, может быть, Алин, представишь? Солистов этого, собственно говоря, мюзикла. Захар Федин и... Доброе утро. И Полина Глотова. Здравствуйте. Кроме того, у нас, помимо солистов, есть исполнители хоровых всех партий и ведущие хористы. Это Кира Кушкова и Диана Золотова. Здравствуйте. Всем привет. Девочки, тоже доброе утро. Ну что, мы рады вас видеть. Мы сегодня подробно и обстоятельно поговорим о вашем мюзикле предстоящем, о вашей премьере. Но напомним, да, Алин, что у нас по традиции в программе «Открывашка» есть уйма просто всевозможных призов, подарков, и мы их с удовольствием разыграем сегодня. Книги «Наши друзья». Сейчас я вам представлю наши очень хорошие книги. «Энциклопедия «Тайный море» для читателей любого возраста. Энциклопедии «Подводный мир» для ребят от 6 лет. Самый нужный – самоучитель. Каждая девочка должна знать. 6+. Яков Пермел. Головоломкие задачи для ребят любого возраста. Евгений Коглоев. Дерцалия. Для читателей старше 12 лет. Виктор Голявкин. Тетрадки «Под дождем» 6+. Приглашение. Приглашение на двоих в кинотеатр «Дружба». Приглашение на двоих в кота-кафе «Зоки». Приглашение на двоих в батутный клуб «Левел Ап» на Сурикова 14. Приглашение на мультимедийную выставку «Андрей Тараковский». Художник простонесца. Выставочный зал Вятского художественного музея имени Воснецова 12+. Подарочный сертификат в творческую «Артель Ха-студию». Приглашение в драматический театр на спектакль «Сказка о потерянном времени». Сколько у нас всего сегодня, я прям слушаю и понимаю, что у нас действительно масса приятных подарков. Давай так сделаем, Алин, чтобы у нас времени больше осталось на беседу. Все подарки у нас разыгрываются традиционно каким путем? Мы задаем вопрос, да, в студии? Да. Гости отвечают, ну, вернее, слушатели отвечают по телефону, если знают правильный ответ. Телефон у нас не меняется, 211-101. Вопросов много, вопросы будут и от нас, и от наших уважаемых гостей в студии. И, соответственно, ребята, как только вы позвонились и дали правильный ответ, вы можете потом с редактором обсудить, какой вам подарок по душе, что вам больше нравится, что бы вам хотелось как раз-таки от нас получить. Поэтому книги, пригласительные, все это в вашем, собственно говоря, распоряжении. Будем раздавать направо и налево. И давайте зададим первый вопрос. Ага. Давай, Алин, сразу. В каком году и в какой стране появился такой жанр, как мюзикл? Да, так как у нас сегодня мюзикл, это основная тема. Я дам варианты ответа, потому что вопрос сложный. Очень сложный, думаешь? Да. Думаешь, прямо понадобится, не загуглят? Ну, давай. Друзья, у вас есть три варианта правильных ответа. Мы вам подсказывать не будем. Ну, хотя, если дозвонитесь и что-то вдруг пойдет не так, мы, естественно, поможем. Звоните 211-101. Ну, а теперь уже непосредственно давайте будем рассказывать про ваш мюзикл, про ваш спектакль. Начнем с сюжета, как обычно. Что за спектакль? Вот я вижу пока название «Гости в будущее». Гости там уже наши расскажут поподробнее. Ну, давайте, наверное, я начнем. Конечно, как автор сценария. Да. Мюзикл «Гости в будущее» он ориентирован, я бы сказала, для семейного просмотра. Будет интересно всем. И сюжет заключается в том, что современные школьники 2019 года нашли в своем лице машину времени и переместились на 200 лет вперед. Уже хочу. Ну, в смысле машину времени хочу. Уже интересно, да. И изобрел эту машину времени некий такой гений, который пропал 20 лет тому назад. И вот параллельно развиваются две сюжетных линии. Что происходит на 200 лет вперед, и надо найти этого гения, чтобы вернуться обратно, потому что он оказывается в этом же времени, на 200 лет вперед. А, то есть они как бы туда-то улетели, а обратно, извините, никак без него, да? Да, обратно-то не могут без него, да. И вот там они обнаруживают, что на Земле произошла экологическая катастрофа. Там никто уже не живет. Не мудрено. Не мудрено, да. И совершенно случайно они встречают дочерей профессора Зеленого, которые прилетели с научной экспедицией по восстановлению Земли. А вот что было дальше, вы узнаете на нашем мюзикле. Ну, мы же все равно вас еще немножечко-то попытаем. Давайте так. У нас есть звонок. Ужас, что ли? Я не успел даже тебе задать сам вопрос, а уже есть звонок. Принимай. Привет. Здравствуйте. Представься. Ульяна. А ходила ли ты на мюзиклы? Конечно. Ну что? Я сейчас повторю вопрос. В каком году и в какой стране появился такой жанр, как мюзикл? Варианты ответа можно, пожалуйста? Да, конечно. В 1920-м Англия, в 1866-м США, в 1890-м Германия. Я думаю, он появился в США. В 1866-м году. Да, и наши вот гости в студии, ребята, потирают руки, говорят, конечно, мы знали тоже. Поздравляем, Ульяна. Ульяна, молодец. Какой период ты хочешь? Я хочу приглашение. Замечательно. Тогда мы передадим тебя редактору, и ты там выберешь свой приз. Все, Ульяна, спасибо большое. Ну вот, звонки у нас первые уже идут. Можно смело задавать сразу вопросы от наших гостей. Екатерина, есть ли в вопросе какой-нибудь каверзный, коварный? Или дадим возможность ребятам или Алине, кто у нас готов рискнуть с вопросом? У нас с вопросом готова рискнуть Алина, я думаю. Но мы со своим приготовимся, потому что у нас есть билетик тоже в качестве приза, как вы видите. Тогда мы его чуть позднее зададим, а сейчас очередной вопрос от Алины. Друзья, напоминаем, звоните 211-101. Хорошо. Ребята, есть очень интересный советский детский фильм. Это фильм тоже про будущее. Главная героиня этого фильма – девочка Алиса. Назовите этот фильм. Очень понятный и не очень сложный вопрос. Да. Нужно просто дозвониться вовремя, пока остальные думают. Это очень просто. Да, ну... Может, дать подсказочку? Не будем. Давай, мы будем сегодня такие суровые, даже немножечко строгие. Я думаю, что этот-то точно они ответ найдут и без помощи интернета. Друзья, звоните 211-101, если знаете, как назывался этот замечательный советский фильм. Я его смотрел раз 20. Это точно. Один из любимых был в свое время. И в детстве, и в юности. А вы, кстати, смотрели этот фильм? Да, конечно. Ну, мы не будем говорить название, но фильм смотрели, да? Он как-то повлиял на ваше отношение и на ваше исполнение роли. Обращаюсь сейчас к солистам. Ну, когда смотрела в детстве этот мультик, никогда не думала, что, возможно, стану, ну, такой некой героиней, только не в фильме, а в театре. А мы можем ведь раскрывать имя героини главной? Да, конечно. То есть она же. Вы же тоже Алиса, да? Да, я Алиса. Я играю роль Алисы. Это девочка из будущего с очень непростым характером. Она все куда-то мчится, ей нужно что-то делать. И я даже нахожу схожесть со мной. Мы с ней, ну, да, практически сестры. У нее есть младшая сестра Раиса, которая характером немножко помягче, но она тоже очень умная и тоже не умеет сидеть на месте, и тоже нужно куда-то бежать. Самое главное, они поющие дети, профессора Зеленого. Поете всегда прямо? То есть там много музыки было? Да, настоящий мюзикл. Да, настоящий мюзикл. 60 минут сплошной музыки, танцев и действия. И очень удачно, мне кажется, все это переплетено. Я скажу, что у нас будет такой богатый видеоряд. То есть над нашим мюзиклом работала серьезная команда у нас. Ну, как и всегда, собственно говоря. Да. Или еще более серьезная. Леша, ты вспоминаешь проект «Звезды детям», это когда взрослые играли мюзикл благотворительный. Нет, я вспоминаю не сколько сам проект, я вспоминаю все, что с этим проектом связано. Поэтому я понимаю, что в любом случае и ресурсы, и силы, и идеи вложены наверняка космически. Я хочу сказать, что здесь все на порядок серьезнее. То есть здесь все придуманы заново нарисованные костюмы, это предмет авторского права, то есть они уже отшиваются, и часть их отшита. И здесь авторская музыка, авторские даже вот эти моменты звуковые, вот они сделаны. И видеоряд, то есть серьезный видеорежиссер работает, и режиссер нашего спектакля Татьяна Котвицкая. И художник-постановщик привлеченный есть, хореограф-постановщик, и хореограф внешний даже привлеченный. И знаешь, почему я, Алина, улыбаю сейчас и так-то спокойно на все реагирую и даже на билет не смотрю? Потому что у меня уже есть как бы билет на этот мюзикл. Я вот уже точно пойду. Правда? Да, представляешь? Ну, я думаю, мы олени-то обязательно ведь тоже местечко найдем. Друзья, у нас есть звонок, есть правильный ответ, судя по всему, Алина, принимай. Привет. Здравствуйте. Представься. Меня зовут Аня, мне 9 лет. А ты часто нам звонишь? Да. А ходила ли ты на мюзиклы? Нет. Я сейчас повторю вопрос. Есть очень интересный советский детский фильм. Это фильм тоже про будущее. Это фильм тоже про будущее. Главная героиня этого фильма – девочка Алиса. Назови этот фильм. Этот фильм «Гости из будущего». Да, это совершенно правильный ответ. Анечка, а ты сама смотрела этот фильм? Мы просто тебя тоже хотим спросить. Ни разу не смотрела еще, не видела? Я книгу читала. Ты книгу читала? Ты Кира Булучева прочитала? Ты вообще умница тогда. То есть надо будет теперь еще фильм посмотреть. У него, кстати, очень интересная экранизация. То есть помимо «Гости из будущего» еще есть несколько фильмов, которые являются экранизацией книг Кира Булучева. В общем, смотри, радуйся, а пока поговори с редактором. Он тебе расскажет, какие у нас еще есть призы и что можно получить в качестве подарка за правильный ответ. Спасибо, Аня. Я, кстати, хочу сказать, что у нас по сюжету нет никакой привязки к книгам Кира Булучева. Это здорово. Нет, на самом деле, как раз-таки у нас был с Алиной следующий вопрос. По поводу авторских всех вещей – музыка, тексты. Все авторское? Все авторское. Все абсолютно, да? Здорово. Я даже не знаю, просто не представляю, вернее, как это будет выглядеть, потому что фантастические мюзиклы, они же сложнее вдвойне, потому что там и спецэффекты должны быть соответствующие, и декорации, и вообще атмосфера какого там, 2000, получается, 212 года. Ну, а вы вот давайте так отвлечемся от сюжета, чтобы его сильно не раскрывать. Давайте пофантазируем, Алина, вместе с тобой и с нашими юными гостями. Давайте пофантазируем, как вы думаете, что реально будет в 1219 году? К экологической катастрофе можем прийти? Возможно. Может такой сюжет развиться в реальности? Люди ведь не такие ведь, не думающие они, скорее всего, что-то предотвратят в какой-то степени. Но я думаю, не должно ведь быть такого прям сильного-сильного исхода. Как показано у нас в мюзикле. Да, все ведьмы родились на этой планете, она как наша мать, она нас выносила, многие поколения здесь появились. И, скорее всего, люди просто не будут такими алчными, я так думаю, и просто в какой-то степени... Вот вы сейчас говорите, ребят, не поверите, у меня мурашки идут по коже, потому что я, как взрослый циник, сижу, слушаю вас и умиляюсь, правда. Еще чуть-чуть, если бы я не был мужчиной, это, наверное, слеза точно мужская, скупая покатилась. Потому что я думаю, вы сейчас скажете, да, конечно, у нас же мир катится в тартары, все будет плохо, экологическая катастрофа наступит еще раньше, не в 219-м, еще раньше. А вы говорите такие вещи, о которых мне вместе с вами радостно думать, и я очень надеюсь на то, что это будет правда. И с такими взрослыми уже людьми, как вы, я думаю, никаких катастроф произойти не сможет. Дети меняются, Алеша. Ну, это здорово, это здорово. Уважаемые хористки, вы, я так понимаю, самая голосистая, да, в нашем составе? И они у нас, вот одна Диана, она робота играет, робота, который отправляет на другие планеты, то есть на космическом вокзале работает. А вторая, Кира, она у нас руководитель агитбригад доктора Зла. Космолеты, Земля, Венера отправляются с третьего пути. У нее лучше, кстати, получается. Повторяю, отправляются с третьего, это примерно вот эта роль. Да, да, да. Ну, вообще, ты знаешь, в мюзикле нет вторых ролей, то есть каждый ребенок делает мюзикл. У нас 40 артистов, и на них держится все действие. Алина, ты сейчас слышала цифру? Мне не показалось. Число какое прозвучало? 40? Да. 40 артистов. 40 артистов. И каждый делает свою роль, и она каждая важна. 40 талантливых детей. Да, да. Вот таких вот замечательных, как здесь. Да, да, да. Слушайте, Екатерина, вам повезло в очередной раз. У вас классная труппа получилась. Ну, давайте, хористки, рассказывайте, в чем сложности ваши были работы, как вам далась эта роль, легко, нелегко? Что интересного было у них? Для начала надо держать свою партию постоянно. И чтобы выдержать свою партию, нужно слышать мелодию. А для этого у нас у всех в мюзикле есть музыкальный слух. Ого! У многих. Давай у всех. У нас еще очень талантливые педагоги. То есть они умудрились еще кое-какие вещи на три голоса разложить. Ты можешь вообще вот это осознать, что дети 10-12 лет... Я от числа 40 уже в легком ступоре пребываю, поэтому меня все остальное как-то так не сильно заботит. И даже если кто-то, как и я, не с очень хорошим слухом и голосом, я думаю, как раз таки сцена, она позволяет раскрыть все таланты в полном объеме. Да ведь? Получилось? До этого выступали, кстати, это обращаясь сейчас ко всем. Вот мы сейчас... И к Алину, Алина, к тебе. Хотела бы, кстати, сама в мюзикле сыграть? Да, с удовольствием. Возьмете? Ну, Алина, ты уже записана, да. Она уже записана пока как зритель, но еще и как участник, не забывайте, пожалуйста, про нее. Как вам самим сыгралось? Легко, нелегко? Кира, расскажи. Ну, мне было чуть-чуть сложно вжиться в эту роль, потому что я веду все это гиббригаду, и мне сказали, что надо быть более такой дерзкой, что... ну, потому что это зло. Представитель зла. Ну, оно такое симпатичное, зло. А зло будет? Зло, конечно. В каком мюзикле без зла? То есть конфликт-конфликт все-таки присутствует, да? Добра не бывает без зла. А спойлерить можно, да? Я просто чуть-чуть почитал о сюжете, да? Я правильно понимаю, что зло-то все равно победим, да? То есть причем зло преобразуется там, да, в финале? Вы знаете, ну, такой беспрецедентный случай, у нас зло меняет свою жизненную миссию в конце, и оно преобразуется, да, в созидательное начало. Как хорошо, вот было бы так по жизни, да? Раз, и злой человек превратился в доброго. Да. Как, знаете, у нас вчера мы там писались, на студии Хары писали, и тот, кто записывал, он говорит, я что-то не понял. То есть, говорит, злой гений — это и добрый гений? Я говорю, да, дорогой, потому что противоположности дополняют друг друга. Он говорит, ну, это, говорит, какой-то миссионный мюзикл. Вот мы с ребятами обсуждали, когда сюжет, ведь он, на самом деле, очень образовательный, очень поучительный, и цель-то... Ещё раз говорю, мне кажется, эффект, я извиняюсь, что перевариваю, Катя, просто мне кажется, эффект уже достигнут, потому что, опять же, возвращаясь к вашим словам, если вы так тему эту осмыслили, поняли, что важно беречь планету и всё остальное, потому что с этим связано нам помогли осмыслить. Ну, это же здорово, это здорово. Значит, образовательная миссия проекта достигнута. Алиночка, давай мы с тобой ещё один вопрос зададим. Да, хорошо. Потому что слушатели-то у нас там заждались, подарков хотят. Сейчас будет вопрос очень простой. Ребята, представьте, что вы попали в будущее. Какое вы себе его представляете? Есть варианты ответов? Нет, это... Это такой не очень сложный, по мнению Алины, вопрос. Поэтому, друзья, просто звоните 211-101 и давайте тоже правильный ответ. Захар, Полина, чем-то ваши персонажи похожи на вас? Да, очень сильно похожи. Вот, например, когда мне дали эту роль, я перечитал сценарий, смотрю, есть ведь такие же даже некоторые реплики, которые иногда ты сам допускаешь, которые сам произносишь. И вот где-то прошло месяц, три, и я дополняю роль своими мыслями, и как обычно сам поступаю, вот так же это делаю. Ну, получается, вроде бы, правдоподобно. А автор, сценарий и режиссер дают такую возможность? Не всегда просто. Не всегда. Есть режиссеры и сценаристы, которые прям жестко говорят, так, идем по сценарию. Как написано, так и отыгрываете. Конечно, корректировки, они всегда есть, но иногда и поддерживают, иногда и хвалят, но все равно. Конечно, нам разрешают добавлять какие-то свои реплики, потому что нас все-таки приучают жить на сцене, не играть, а жить, а как можно жить по сценарию. То есть все равно, когда ты выходишь на сцену, все равно что-то пойдет не так, как задумано. И именно в этот момент ты должен как-то выкрутиться, добавить что-то свое. И вот как раз это очень интересно и прямо заставляет еще работать над этим проектом. Основной закон-то. Вижу, слышу, реагирую, да, на сцене. И вот ребят похвалили, мы же тут взяли лауреата первой степени в Санкт-Петербурге на международном конкурсе. Я могу с куском из этого мюзикла. Отрывок вы уже показали. Да, и когда нам давали обратную связь, сказали, что вот Киров здорово, потому что дети живут в этой сцене, это видно, они переживают, они понимают, о чем они говорят, поют, как играют. Круто, мои мурашки продолжаются. Давайте ответим на вопрос вместе со слушателями. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Самова Латонина. Ходила ли ты на мюзиклы? Нет. Я сейчас повторю вопрос. Представь, что ты попала в будущее. Какое ты себе его представляешь? Что на специальных костюмах будут кнопочки и заказывать еду. Кнопочка для заказа. И еще можно написать. И ты прощаешься. Ну, можно перемещаться. Телепортация, да? Да. То есть из одного места в другое без всяких автобусов и троллейбусов. Да. И все, и в другом месте. Здорово. Ну что, ответ? Ну да, принимается. Принимается? Да. Здорово. Поздравляем, Полина. Спасибо огромное. Сразу много версий нам рассказала. Фантазия – это хорошо. Вот как раз-таки по поводу творчества. Полиночка, расскажет тебе наш редактор о том, какие есть подарки и как их можно получить. Спасибо тебе еще раз большое. И вот до перерыва, кстати, в перерыве у нас прозвучит потрясающая музыкальная композиция из того самого фильма «Гости из будущего». Поэтому... Ой, прошу прощения. Из того замечательного мюзикла как раз-таки. Вот. Поэтому мы обязательно ее услышим. Дадим возможность послушать и нашим зрителям. Пусть они сразу как-то проникнутся вот этой музыкальной атмосферой. А пока у нас есть несколько минут, расскажите, как готовитесь? Вот сейчас конкретно сколько уже готовитесь по времени? Готовимся ежедневно. У нас репетиции практически каждый день. Идет очень продуктивная, тяжелая работа. Все преподаватели, как и мы, участники этого проекта, все... Живут в этом проекте. Да, мы реально живем в этом проекте. Нам всем это очень нравится. Конечно, ничего бы не получилось, если бы мы ходили сюда, приходили бы на этот проект как бы не по своему желанию. И нам всем это очень нравится. И мы счастливы, что мы состоим в нем. Главное загореться этим проектом, потому что, когда ты загораешься, ты уже хочешь конкретно что-то сделать полезное и делаешь это все на благо проекта, трудишься, выкладываешься на полную. Так что спасибо всем тоже. Здорово. К хронологии, как я была, в сентябре мы сделали большой кастинг, отобрали детей. Потом делали до кастинг, до кастинг. Ездили по разным школам, еще там смотрели детей. И так собралась труппа. И вот основной костяк труппы, вот он сейчас финиширует в виде этого мюзикла. Есть дети, которые по ходу присоединились. Ну, конечно, там с Нового года, когда появился полный сценарий, музыкальная ткань, уже участились репетиции, и сейчас они идут каждодневные. То есть каждый день какое-то действие происходит по поводу этого мюзикла. То есть минимум полгода уже процесс подготовки идет. Да, да, да. И так очень упористо, потому что, ну, на самом деле, много чего делать. Говорят, такие проекты не один год делаются. Я даже нисколько не сомневаюсь в этом. Более того, знаю, сколько взрослые, серьезные, состоявшиеся уже актеры, актрисы готовятся к ролям в мюзиклах. Некоторые вообще только в мюзиклах играют, потому что это сложно там выучить все партии. То есть отыграть, спеть, станцевать. Да, станцевать, прожить. Да, да, прожить все это. Поэтому некоторые чисто на мюзиклах и специализируются, и больше никуда не идут, потому что, ну, нет возможности такой времени. А времени хватает вот в процессе подготовки и на учебу, и на... То есть успеваете совмещать, да? Да. Когда что-то любишь, всегда найдется на это время. Ох, не всегда, к сожалению, но это, наверное, у взрослых, у вас чуть попроще. Хотя я не знаю. Мы после перерыва обязательно эту тему еще продолжим по поводу самих ребят, где они учатся и как учатся. Алиночка, давай еще один вопрос, мы успеваем задать. Да, конечно. Как вы думаете, что такое машина времени? И существует ли она? Вот так вот. Вот так вот, уважаемые слушатели. Вопрос философский, и опять же вопрос творческий. Подумайте. Да? Да. Алина очень сегодня благодушно настроена, дружелюбна, она прям любой ответ практически готова засчитать. Поэтому ваши версии предлагайте после музыкального перерыва, мы готовы будем их услышать. Буквально еще пара минут. Девочки, обращаюсь сейчас к вам. Ну, так как у нас и сегодня в студии девочек больше, сколько вообще у вас мальчиков там? Сколько? У нас мальчиков. Сколько? Ну, девочек, конечно, больше. Подожди, подожди. Я хочу девочек, Захар, послушать. Пять секунд. Сколько мальчишек? Ну, если... Чуть меньше десяти, если считать. Ну, где-нибудь десять, там, двенадцать. То есть вы даже не помните, сколько их точных? Ну, да. Все, Захар, подключайся. Сколько у вас там? Мальчиков примерно шесть. Это в основных ролях шесть. Вообще мальчиков десять человек. Ну, так, чтобы вы знали. Просто есть маленькие мальчики, а они их не замечают. Есть побольше. С возраста от восьми до шестнадцати лет у нас десять мальчиков. Ну, десять-двенадцать. Ну, здорово. То есть нормально все себя чувствуют? Разве что-то произошло очень такой серьезный? Все оружие. У нас очень дружная команда, которая всегда может поддержать. Они вот вчера писались, и, по идее, люди свободны, должны идти. Нет, они все ждали друг друга. И это уже целая банда, которая живет вот этим проектом. Созидательная банда. В процессе подготовки вы репетируете где-нибудь вне сцены? То есть собираетесь так, чтобы, может быть, какие-то конкретные эпизоды пройти самостоятельно. Бывает такое у вас? Вот расскажите, как вы на перроне во Владимире пели, например. Ой, да. Мы когда ездили... То есть была уже какая-то интересная история. Давайте быстрее рассказывайте. Мы когда ездили на конкурс в Санкт-Петербург, на остановках в поездах, мы выходили на перрон и начинали танцевать самую первую сцену нашего мюзикла. То есть это как бы реклама и... Флэшмоб, вообще. Да, флэшмоб. Людям приятно, нам тоже приятно это делать. Да, и в самом Санкт-Петербурге... Если флэшмоб, то давайте сразу к вам подключались. То есть прям кто-то... Смотрящие, смотрящие подключались. Я имею в виду, да, кто рядышком-то был. Да, и когда гуляем по Санкт-Петербургу, например, зайдем в какой-нибудь парк и тоже там начинаем танцевать наш флэшмоб. Причем без команды, преподаватели это все делается. Здорово. Мы обязательно продолжим. Алина, повтори еще раз, пожалуйста, вопрос перед перерывом. Как вы думаете, что такое машина времени? И существует ли она? Да, вопрос творческий-философский. Звоните 211-101, если знаете на него ответ. А сейчас тот самый музыкальный отрывок в нашей музыкальной паузе. На земле ручьи и реки, Гволстится ветер летний, Утро и рассвет прекрасны. Это все. Полюбите то, что не можете, И примите тех, кого любите. Протяните руку первым, Чтобы стать кому-то верным, И плечем по чувству рядом, И плечем по чувству рядом. Это мы Можем все Вместе мы можем все Когда едины мы, То обладаем силой Можем все И даже больше тех, В кого поверили и подарили крылья. Улыбнись и другу подмигни, Когда мы счастливы, То счастлива планета. Будь любви, Будь любви, И осознай, Что мы Источник радости И мира во вселенной. Можем все Вместе мы можем все Когда едины мы, То обладаем силой Можем все И даже больше тех, В кого поверили и подарили крылья. Улыбнись и другу подмигни. Доброе утро всем еще раз, друзья. Если не проснулись срочно, Это прямо делать. Сейчас был маленький феерический отрывок из мюзикла. Классно просто, ребят. Вживую это всегда слышать, Особенно в такой камерной обстановке. Очень здорово. Алина, понравилось тебе? Да. Все, я точно пойду. У нас с тобой билеты уже есть, Нам нечего, как говорится, Печалиться. Но у наших зрителей, Которые только-только к нам присоединились, Наверняка вопрос, кто у нас в студии? У нас в студии авторы и участники, солисты Замечательного мюзикла, Который, кстати, состоится Давайте дату-то уже озвучим. 17 апреля, дорогие друзья. 18 часов. Этого года. Да, этого года самое важное. В драм-театре. В драм-театре. В драм-театре. А вторая премьера будет 22 мая в Тюзи. 21 мая. 21 мая. У нас две премьеры в Кирове. Дорого. 17 апреля, на которые обязательно надо пойти. И 21 тоже надо пойти. То есть обе премьеры мы анонсировали. Если есть желание, узнавайте, спрашивайте, как попасть на эти премьерные спектакли. Косыру, вот и все. Да, кстати, сейчас интернет у всех в доступе. Ребята, можете уже потихонечку к родителям обратиться и заказывать билеты. Мы продолжаем. Есть уже звонок сразу. Есть звонок, кстати, вот очень хорошо. Принимали. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Маша. А сколько тебе лет? Восемь. А ты ходила когда-нибудь на Мьюзиклы? Нет. А хотела бы сходить? Да. Как ты думаешь, что такое машина времени? И существует ли она? Я думаю, что машина времени – это футляр, который перемещается куда-нибудь. Футляр? Прям какой-то, да? Да. А, это вот наверняка что-то типа мейлофона. Только мейлофон мысли читал, а тут… А мы, Лёш, тебе не расскажем, но вот тот, кто задаёт вопрос, зрит прямо в корень. Прямо как по сценарию нашего Мьюзиклы. Который отвечает на вопрос. Да. На нашем Мьюзикле машина времени как раз… Как раз футляр. Как раз футляр. Ничего себе. Слушайте, вы прям в точку, поэтому можете смело забирать не один, а два подарка. Мы дадим такую возможность, да? Да. Прям вот прозорливость необыкновенная. Ну, классно же. Классно. Расскажет редактор, как это сделать. Мы пошли против правил и два подарка прям отдаём сразу за такую попадание в точку. Фантастика. Фантастика. Алиночка, ну мы хотим продолжить просто с Алиной тему подготовки к спектаклю, вообще как всё это делалось. Вот у неё есть хороший вопрос к вам, уважаемые солисты. Что вам больше допомнилось с репетицией? Самого интересного. О, ну, очень много всего происходило. Ну вот самые интересные моменты, хотя бы парочку. Самые интересные. Как видосы писали, наверное, да? А, да. Как видео мы писали. Было смешно. Было весело. Да. Такие лица у всех были разнообразные. Когда мы ещё посмотрели на видео, даже все так посмеялись немного, потому что, ну, выглядит интересно. Ну, это просто такой. Вот вместо декорации видео там движение, да, показанное. И на зелёнке же снимают. То есть надо ведь вот изобразить, как ты вдавливаешься в кресло, летишь со скоростью света. И вот дети это изображают. Да, вот специально для наших зрителей давайте поясним. Алина, ты знаешь, что такое зелёнка или хромакей? Да. В курсе, да, что это такое? Давай, вот сначала своими словами, а мы потом дополним. Хорошо. Хромакей или зелёнка – это такой зелёный материал, который вешается на стену. Например, человек, который снимает с хромакеем, он, например, стоит там, что-то, например, делает, и он может быть с программами. Можно сделать, например, что ты находишься у себя дома, а, например, с хромакеем ты можешь сделать, что ты, например, на Бали. Да. То есть можно практически любой фон, любую картинку. Интересная история была в одном недавно городе. Знаете, да, про хромакей? Вот, кстати, вообще классная штука. Можно использовать, мне кажется, хромакей в процессе самого спектакля. Вот я почему-то сейчас подумал, это для фантастических спектаклей было бы очень здорово. Использовали зелёный фон в одном европейском городе. Вернее, как, использовали зелёную краску, разлили её в реке местной, в известной реке. То есть вся река получилась зелёной и, соответственно, стала хромакеем. И они вот как раз-таки на пространстве, на глади этой реки делали необыкновенные вещи. Картинки посмотрите в интернете просто вот такие. Можно, мне кажется, с залом что-то подобное тоже сделать, обтянуть хотя бы часть какую-то зелёнкой и забабахать вот часть спектакля прямо, чтобы было в зале. Я знаю, кто будет креативным директором на следующий год. Рассматриваем все предложения. Ребят, я ещё раз говорю, у меня мурашки продолжаются. Алина тоже вот тут говорит, захотела бы поучаствовать в мюзикле, но у меня мурашки почему? Где взяли столь замечательных четыре аж десятка детей? Екатерина, к вам вопрос. Вот я понимаю, вы говорили про кастинг, что он начался ещё в сентябре. Где конкретно? И ребят тоже рассказывайте, откуда вы, какие школы представляете? Хвастайтесь, пусть все знают. Мы представляем с Полиной Кировской экономико-правовой лицей. Кэппл, здорово. Там их и нашли, кстати, в Кэппле. И я хочу, пользуясь случаем, выразить большую благодарность руководителям школ, кто нас поддержал, впустил, организовал площадку. Назовите хотя бы несколько школ, чтобы радостно было. Ну, в Кэппле у нас Елена Александровна. Алексеевна, да, зауча. В ВГГ у нас Валерия Владимировна Воложанина. В Клюне Александр Юрьевич. Трифонов, да. Ну, сейчас я просто хочу сказать, что, ну, нас во многие школы, на самом деле, пустили, поддержали. Ну, то есть лицей и гимназий в первую очередь сразу. 26-я школа нас поддерживала. Здорово. Мы тоже там отсматривали детей. Да? Спасибо огромное. Еще раз мы говорим всем руководителям образования. 27-я? Да. Ну, 27-я пришла на кастинг, да, насколько я помню? Угу. Расскажите про кастинг. Вот где он был? Да. Как проходил? Мы… Ну, я лично прошла на кастинг в… в Толковском… Как называется? В Космоцентре. В Космоцентре. В Космоцентре поддерживает наш проект. Да. Безусловно. Площадку, да. Безусловно, да. Мы с мамой просто увидели афишу, что набирается кастинг. Мама сказала то, что ну пройдем, пройдем, не пройдем, не пройдем. Я пришла. Мы подготовили стих, который мама сама сочинила. Я его рассказала. Меня попросили спеть. Я спела. Мы вышли. И потом на следующий день звонят и говорят, что мы прошли. И приходить туда-сюда-то восторг, восторг. И так вот я попала на этот кастинг. В Мюзик. Алин, ты чувствуешь, какой у нас потрясающий город Киров? Сколько талантливых людей. Да. Дети талантливые. Мама пишет стихи. То есть все прям вот это здорово. Это очень здорово, правда, и радостно, что есть такой у нас потенциал большой. А примерно сколько ты песни писала? То есть твоя мама? Ну, этот стих мама готовила мне к третьему классу на выступление, но он очень хороший, длинный, про бабушку, которая скучает, ее все бросили. И с этим стихом я выступала очень много. Я сначала в школе выступала, потом выступала… Ну, то есть мама вообще молодец. Маме передаем привет прямо. Она у меня на плете играет и на фортепиано. Мама всегда рядом. Вот понимаете, хорошие дети – это вот половина дела. А другая половина дела – это вовлеченные родители. Ну, безусловно. Которые помогают и на гастроли ездить, и рядом, и за сцены, и переодевают детей. Поэтому вот это вот и есть единая команда – педагоги, дети, родители. Родителям, педагогам передаем еще раз пламенный привет. Давайте помашем. У нас камера все снимает, потом они обязательно увидят. Спасибо огромное, уважаемые руководители образовательных организаций, учителя, директора и просто люди, которые помогали. Родители, конечно, в первую очередь. Большие молодцы. Ну, мы узнали, сколько будет премьер. Две официальные. Что дальше? Вот мы сейчас подготовительный процесс разобрали. Где ребята нашлись, тоже знаем. Где будут премьеры в курсе, а что дальше? А давайте вопрос слушать. Давай, Алин, сначала вопрос слушать. Умница. Алина молодец. А в Россию мюзикл пришел в 1990-х годах. И первой русской постановкой по западному принципу стал мюзикл. Назовите этот мюзикл. Мюзикл. Ого. Сложный вопрос. У меня тоже там, знаете, завертели сейчас файлики. Может, Влад подсказать? Давай. 1999-й. 1999-й год. Мюзикл. Знаете ответ? Звонить куда? Первый мюзикл. Да, первый мюзикл. Куда звонить? Телефон, напоминай. Телефон 211-101. Все, отлично. 211-101, друзья, звоним, подарков еще много. Вообще, конечно, мюзикл – это же производные опереты, опереты, да? А опереты – это производные оперы. Поэтому русский мюзикл – это, наверное, Снегурочка – первый русский мюзикл. Возможно, и так. Но все-таки, если вот конкретно про жанр говорить мюзикла, то это немножечко другая история. 1999-й год, и вот есть конкретный ответ. Ну так что дальше? Что дальше? Захару. Мы поедем на гастроли по всей России. Мы будем выступать во всех крупных городах. Заедем, возможно, и даже маленькие города, чтобы все видели проблему будущего и видели тоже наш мюзикл, чтобы порадовались, подумали о чем-то. Видишь, какая заявка? Я сейчас с этой заявочкой сразу свяжу свой следующий вопрос. И это вопрос ко всем вот тем, кто младше 18 лет находится в этой студии. Ребята, проблему-то мы обозначили. Я вижу ваше отношение к этой проблеме. Вы действительно понимаете, как важно сохранять чистоту. Отвлекаемся, короче, от темы мюзикла. Что вы сейчас делаете для того, чтобы экологической катастрофы не случилось? Вот так вот. Ну, можно начинать с самого простого. С чего? Во дворах происходят субботники, например. Люди прибираются. В своих парках некоторые прибираются. Ну, вот мы тоже как-то с семьей ходим на субботники. Ходили, ходим. Прибираемся, оказываем природе. У нас есть звонок. Алина. Привет. Привет. Как тебя зовут? Рада. А сколько тебе лет? Нет. Три года. Ого. Здорово. Ну что, Алин, давай еще раз вопрос повторим. Метро. А все, можно уже ничего не повторять. Она уже сразу правильный ответ, да, говорит? Да. Это мюзикл? Метро. Метро. Умница. Да, это правильный ответ. Мы надеемся, что там рядышком с нашей слушательницей есть старшие братья и сестры или мама с папой, поэтому обязательно переговорите с нашим редактором, чтобы подарок умницы достался самый хороший. Спасибо большое. Мюзикл «Метро» 99-й год. Представляете? В курсе тоже были. Ну, мы уже готовы задать... Да, кстати, уже можно задавать вопрос от наших гостей, поэтому давайте. Позвольте я задам вопрос. У нас же ведь экологический сюжет мюзикла, да? И суть сводится к тому, что люди вот в результате такой своей позиции потребления загрязнили землю и погубили ее. Поэтому у меня вопрос ко всем слушателям. Сколько лет разлагается пластиковая бутылка в земле? Да, друзья, это очень много, я вам просто подсказываю. Звоните. 211-101. Да, ну и по поводу пластика и всего остального, сами-то, я надеюсь, понимаете, да, что нужно с этими отходами... Вообще сейчас не хочется уходить в мусорную тему, это все-таки плюс взрослые разбираются, но хотя бы знать нужно, что действительно есть некоторые отходы, которые очень долго разлагаются, перевариваются, а некоторые вообще могут лежать в земле или в воде десятилетиями, ничего с ними не происходит, они только загрязняют. Взрослым тоже нужно сходить на наш мюзикл, чтобы потом тоже учитывать проблему экологического загрязнения. У нас мюзикл все-таки семейный, так что мы приглашаем не только детей, но еще и взрослых, родителей, бабушек, дедушек. Полина умница, ну и несколько еще человек, которые имеют отношение к решению экологических вопросов и проблем. Вот им бы тоже не мешало так зайти, глянуть, посмотреть, еще раз напомнить самим себе, что все-таки тема-то даже сейчас, хотя, казалось бы, там ведь разница в 200 лет, но надо задумываться уже сейчас. Ну и еще вопросы к Екатерине. Что еще интересного помимо мюзикла в фонде происходит, какие проекты зарождаются, чего нам еще ждать? Это уже просто анонс, может быть, каких-то ближайших, грядущих событий будущих. Благотворительный фонд «Здоровое поколение» у него и название-то такое, да? То есть он ориентирован на формирование здоровых ценностей. И мы двигаемся в трех направлениях, чтобы из детей сделать социально активных граждан, которые берут ответственность за то, что происходит вокруг их. И вот проекты «Музыкальные звезды детям», они, конечно, ориентированы на то, чтобы собрать деньги на вокально одаренных детей, которые целый год отрабатывают гранты. Ну, это со специальным статусом дети, то есть из малообеспеченных, сиротских семей, пекунских семей, многодетных. И вот получая грант, ребенок играет после 25 концертов сам, да? То есть отдавая свое искусство людям, в том числе на разные слои населения. И из позиции «брать» он превращается в позицию «отдать». И такой же у нас есть лагерь всероссийский «Скажи о жизни», да? Лагерь «Личностного роста», где дети учатся брать на себя ответственность. И есть курсы «Личностного роста», «ЕС» и «Арт-эксель» для детей и подростков, когда дети полностью меняют свою потребительскую позицию на позицию самоотдачи, служения, потому что это цель человеческой жизни. Да, это действительно так. Ну, я еще раз говорю, ребят, очень радостно, что вы в теме не просто мюзикла, не просто какого-то конкретного спектакля, а вы в теме больших проблем, больших забот человеческих, да? И я очень надеюсь на то, что, ну, просто даже элементарные какие-то шаги, которые вы сделаете после того, как состоятся примеры этого мюзикла, да? То есть, если вы будете своим примером показывать сверстникам, близким ребятам, друзьям, как важно заботиться о нашей планете, то это уже действительно большое дело, большой результат вашего совместного проекта. Поэтому, еще раз повторюсь, образовательная миссия, она уже сейчас выполняется. Я в этом просто полностью уверен. Ну, а так, как Алина и ребята, которые как раз таки вашего возраста, я уверен, придут тоже на спектакль посмотреть, значит, что наше будущее в более-менее надежных руках. Да, ведь? Да. Мы в этом не сомневаемся. Есть возможность сейчас пожелать что-то нашим слушателям, может быть, еще раз проанонсировать спектакль, пригласить их. И вот ответ у нас, мы все-таки надеемся, поступит на вопрос, который прозвучал от Екатерины. 211-101, дорогие друзья, не забывайте звонить. Да, каждый уважающий себя школьник обязан просто прийти на этот мюзикл, посмотреть на проблему и на то, что, возможно, будет в будущем. И воспитать, возможно, будущее поколение, дать будущему поколению хорошую жизнь на земле, чтобы они жили прекрасно, лучше даже, чем мы. Просто наш мюзикл на себе несет не только развлекательную миссию, но еще и познавательную. И она важна не только для детей, но еще и для взрослых, для разных возрастов. И мы считаем, что этот мюзикл должен посмотреть каждый, кто хочет реально устранить проблему экологии в нашем мире. Ну, девчонки, давайте все-таки про развлекательную эту часть тоже скажем, что там еще и будет очень интересно и весело, правильно? Да, конечно. Расскажите, напомните, что там очень много музыки, да? Там очень много музыки, там почти что на каждом шагу идет какая-то песня или танец. Там очень много интересных событий, которые происходят с главными героями и происходят с остальными, которые участвуют в этом мюзикле. Декорации, костюмы, свет, все это тоже. Спецэффекты. Спецэффекты. Вот, что еще привлекает. Спецэффекты, да. То есть, ребята, если хотите там перед, вернее, какую-то альтернативу комиксам Марвел, вот сходите. Да, экшена много. Экшена много. Очень много. И если это блокбастеры конкретно такое, то вам тоже будет на что посмотреть. Да? Да. Ну, а мы с Алиной в очередной раз порадовались, что у нас уже билеты есть на мюзикл. Гости в будущее, дорогие друзья. Мюзикл состоится, премьера мюзикл состоится еще раз 17 апреля в Драмтеатре 18.00 и 21 мая в Кировском театре на Спасской, театре юного зрителя. Всех ждем. Совершенно верно. Приходите. Всех ждем. Желаем всем удачнейшей, продуктивнейшей следующей недели. Вот. Как вы учитесь? Это у меня финальный вопрос. Вы говорили, что вы успеваете все совмещать. Да. А насколько успешно? Я отличница. Все семь классов. И в этом году было сложно дойти, ну, в этой четверти было сложно дойти, потому что много репетиций, они почти что каждый день. это занимает много времени и приходится совмещать учебу с чем-то дополнительным. Ну, да. Как у вас? Ну, я учусь, в принципе, как сказать, тоже хорошо, но не отличница. Ну, близко к этому. Несколько четверок, но иногда, конечно, я совсем чуть-чуть что-то могу не успеть, но я стараюсь успевать. Я предвосхищу, Леша, на вопрос у нас троечников-то нет в мюзике. Нет, я просто, я-то как раз не сомневался даже. Я же смотрю, сижу, да, и Алина у нас тоже умница, учится замечательно, и все хорошо у нее, и совмещает, видите, еще геологией увлекается. Я просто к тому, что, друзья, если родители, там, кто-то думает, что дети не смогут совместить, отдавайте в подобные проекты детей смело. Более того, прям подталкивайте их к тому, чтобы они помимо школьной своей занятости еще в чем-то участвовали. Общественная работа, творчество, да все что угодно. Все могут успеть, и все удачно совместить, и все получится. Потому что ответственность равносили. Да, у нас в гостях, напоминаем, дорогие друзья, были удивительные ребята, участники, солисты, актеры мюзикла «Гости в будущее». Это Захар Федин и Полина Глотова, солисты. Спасибо еще раз, ребята. Это Кира Кушкова и Диана Золотова. Те, кто очень много и хорошо поют в этом мюзикле. Автор, идейный вдохновитель, режиссер и автор сценария мюзикла Екатерина Орешкович, президент фонда «Здоровое поколение». Спасибо. И это был детский музыкальный театр «Открытие». Да, и детский музыкальный театр «Открытие», а это была еще и программа «Открывашка». Спасибо. Спасибо. До свидания. Алина Осинкина. Кстати, да, увидимся в следующее воскресенье и услышимся на волне 101.0 FM. Дорогие друзья, спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка».